Золотые мои зрители Что в этот октябрьский день вы вместе с нами Сегодня мы поговорим о прелетях осени И побываем на празднике в одном из социальных центров Главный редактор «Красного знамени севера» Дарья Шучалина Расскажет о самых интересных событиях и публикациях ее газеты А специалисты пенсионного фонда объяснят Как правильно получить компенсацию за проезд к месту отдыха туда и обратно Итак, начнем Говорят, быстро тает осенний день Не привяжешь заплетень Совсем скоро, 8 октября В это время на Сергии принято рубить капусту Старинные приметы нам подсказывают Коли первый снег на Сергии, то зима установится на Михайлов день 21 ноября А на 9 октября, если дождь со снегом идет В январе трижды ждите сильных оттепелей Ну а если солнечно и тепло, июнь будет дождливый и холодный Вот такие долгосрочные приметы Предлагаю вам так далеко не заглядывать А обратить внимание на день сегодняшний Осень – начало сезона для отдыхающих в социальных центрах В одном из них мы побывали и вас приглашаем Центр социального обслуживания номер 2 Как он сейчас официально именуется Находится в Красном Затоне Жителям этого и близлежащих районов он давно знаком Тут хорошие женщины собираемся Мы все одинокие Дума с кем? Тут, знаете что? Пуем, пляшем У кого что болит, рассказываем, пробуливаемся Очень хорошие женщины, которые за нами ухаживают Вот очень, Надежда Николаевна, очень хорошая Надежда Владимировна тоже Ну, Людмила Александровна, не надо Тоже хорошая женщина Для меня все хорошее Потому что я такая Не бывает у меня ни горя никогда Все хорошо Очень хорошо тут за нами смотрят Ой-ой-ой Кормят Вот сей год Очень хорошо В сентябре по традиции первый заезд после летних каникул Начало всему праздник осени Отдыхающие принесли на выставку дары природы, собственные заготовки и оригинальные рецепты приготовления блюд Это наша северная слива Она, правда, очень кислая, да? Но хорошо прижилась и много плодоносит Вот, в этом году ее очень много И она даже падает Еще не собрать Не успели собрать А варенье из нее варят? Варят Очень вкусно Можно с этой сливой в эту сливу добавить, допустим, апельсин, да? Вместе с корочкой пропустить Или мандарин Через мясорубку пропустить с корочкой И добавить, когда будешь варить сливу А это запуска Очень вкусно Бутылка Это у нас Лизавета Ивановна Чешковая Где она? Вот это у нее такие красивые цветы выросли Мы с ней сходили и принесли Потому что ей уже много лет, она сама не успела Это тоже сгрядки Это то, что нам подарило наше красное лето Все у нас тут это есть И все это сделано, выросло с помощью Божьей, но с руками человеческими Работа центра – это возможность пожилым людям и инвалидам Подлечиться, научиться чему-то новому Пообщаться друг с другом и просто весело провести время Правду говорят, на пенсии жизнь только начинается Наших отдыхающих ждет разнообразная культурная программа Они будут выезжать на экскурсии У нас есть клуб «Здоровый образ жизни» В рамках которого наши отдыхающие ездят в бассейн Ходят в тренажерный зал Несмотря на возраст, они стараются поддерживать свое здоровье Активно участвуют в различных программах нашего отделения Кроме этого, у нас есть клуб компьютерный То есть наши бабушки и дедушки не отстают от нашей жизни современной Учатся работать на компьютере Не только включать-выключать, но и как заходить в интернет Многие уже общаются со своими внуками, детьми, кто не живет в городе Сыктывкаре То есть они нисколько от молодежи не отстают Даже, можно сказать, пример для подражания для нашей молодежи В социальных центрах можно получить информацию для пенсионеров по всем вопросам В наших передачах мы расскажем о некоторых нововведениях В Центре социального обслуживания номер 1 на Тинтюковской 103 Открыт пункт проката средств реабилитации Костыли, коляски, отопедические матрацы и другое Социальный проездной билет можно приобрести по адресу Первомайская, 78, с 9 до 17.00 Или Коммунистическая, 78, аптека, 47, с 9 до 18 Новое отделение срочного социального обслуживания Для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию Открылся по адресу Карьерная, 8 Прошло лето, подходит к концу барсовый сезон Тем, кому посчастливилось съездить в санаторий или дикарем на отдых Все озабочены, как получить компенсацию за билеты О правилах мы узнали в Республиканском отделении Пенсионного фонда Число пенсионеров, желающих воспользоваться правом на бесплатный проезд Ежегодно увеличивается В конце 2011 года постановление правительства Российской Федерации Существенно упростило порядок возмещения затрат после поездки Теперь пенсионерам не нужно предоставлять в Пенсионный фонд Справки, подтверждающие факт пребывания на месте отдыха Во-первых, это неработающие пенсионеры Которые получают трудовую пенсию по старости Либо трудовую пенсию по инвалидности Получить эту компенсацию, воспользоваться ей Они могут один раз в два года Предусмотрено именно два вида компенсации Возможно, оплата по факту проезда В этом случае гражданин просто едет к месту отдыха Потом предоставляет нам билеты Пенсионный фонд не выдает деньги авансом Он может выдать талон на приобретение билета В этом случае он должен нам представить вот этот документ Потому что мы должны что-то посмотреть, оценить, куда он едет и так далее Вот этот документ, он требуется Важно отметить, что компенсация производится на проезд в плацкартном вагоне поезда Эконом-классе самолета, междугороднем автобусе общего типа В первом полугодии 2012 года компенсацию расходов на оплату стоимости проезда Получили более 7,5 тысячи человек Из них только 60 воспользовались талонами на получение проездных билетов Теперь все понятно с проездными билетами Не так сложно, как может показаться Сейчас самое время предоставить слово Дарье Шучалиной Главному редактору газеты «Красное знамя Севера» Две недели назад в редакцию «Красного знамени Севера» обратились ветераны из города Ухты Это пожилые люди, которые имеют дачи И которые посетовали на то, что, к сожалению, автобусы до их дач ходят очень редко Автобусов недостаточно Соответственно, ветераны вынуждены, ну, в буквальном смысле слова, давиться Так уж получилось, что власти Ухты не обратили внимание на вот эти жалобы старшего поколения И не оказали никакой помощи в том, чтобы либо увеличить количество автобусов Либо каким-то другим способом решить эту проблему Значит, нашей редакции понадобилось, к сожалению, целых две недели Для того, чтобы достучаться до администрации Ухты И все-таки выяснить, что же происходит и в чем же, собственно говоря, проблема Значит, мы объяснили руководству муниципалитета, что, во-первых, вот такая ситуация Она чревата чрезвычайными происшествиями на дорогах Потому что перегруз далеко не новых автобусов, это всегда очень опасно Ну и, во-вторых, под угрозой здоровья пожилых людей Потому что в давке, как известно, может случиться все, что угодно Ну вот, наконец-то, вот буквально вчера мы получили официальный ответ От управления ЖКХ, администрации муниципалитета Нас очень порадовало, что, значит, к той ситуации, которую мы обозначили Власти Ухты все-таки прислушались И, значит, пообещали, что к следующему удачному сезону Они учтут пожелания пожилых ухтинцев И количество автобусов будет увеличено Значит, будет учащен интервал Потому что стоять на остановках, ну, довольно-таки, как бы холодно Особенно вот в непогоду Ну и, соответственно, будет произведен разбор полетов с теми перевозчиками Которые и отвечают за, значит, данный муниципальный заказ Но при этом, к сожалению, администрация Ухты Объяснила проблему еще и тем, что не хватает высококвалифицированных водителей И поэтому, дескать, есть, значит, хороший транспорт в автопарке Тех или иных, значит, компаний Но вот он, к сожалению, простаивает Но я думаю все-таки, что это не проблема пожилых людей Это все-таки проблема тех компаний, которые берутся выполнять муниципальный заказ И проблема руководства муниципалитета Которое, в общем-то, обязано обеспечить транспортными перевозками пассажиров То население, которое имеет дачи И которое, собственно говоря, сегодня, ну, скажем так, работает само на себя Потому что мы прекрасно понимаем, для пожилого человека дача это все Это не только психологическое здоровье Это не только отдых Это не только возможность общаться со своими друзьями Но и это возможность прокормить себя самому Потому что свои товары, свое продовольствие со своего огорода Оно, конечно, более полезное Оно экологически чистое и не такое дорогое Как непонятно что там можно найти в магазинах Особенно из импорта Поэтому мы очень рады, что удалось все-таки Прояснить, по крайней мере, эту ситуацию Ну и на самом деле будем надеяться Что если уж не до конца этого дачного сезона То, по крайней мере, в следующем таких проблем не будет Ну и будем держать ситуацию на контроле Наша передача подошла к концу Встретимся с вами в это же время через две недели К выпуску уже готовится сюжет об удивительной жизни семьи ученых И их золотой свадьбе Мы побываем на торжественном заседании поэтического клуба «Алый парус» И, конечно же, познакомимся с изменениями в законах о пенсионерах и ветеранах На этом я с вами прощаюсь Желаю вам теплых осенних дней Счастья, мира, любви, добра Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok